Если судить о научных достижениях русского народа за последние 300 лет, то с уверенностью можно сказать, что 80% изобретений, преобразивших мир, созданы славянами, русами. Прообраз первого автомобиля был создан крепостным крестьянином Нижегородской губернии Леонтием Шамшуренковым и представлен в Петербурге 1 ноября 1752 года. Это была четырехколесная самобеглая коляска, которая двигалась, развивая скорость до 15 км в час. Также им был разработан верстомер — автомобильный счетчик, который измерял пройденный путь. Первая в мире документированная практическая разработка летательного аппарата тяжелее воздуха была выполнена русским ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым. В 1754 году он построил модель, работавшую по принципу вертолета с соосными винтами. Также он впервые в мире сформулировал закон сохранения материи, согласно которому весь мир состоит из атомов. Разработал около сотни различных физических и метеорологических приборов, в частности, вискозиметр для измерения вязкости, рефрактометр для определения показателя преломления, прибор для определения твердости образцов, пираметр, анимометр, газовый барометр, ночезрительную трубу, ставшую предшественником приборов ночного видения. Андрей Константинович Нартов, союзник Ломоносова в борьбе против иностранного засилия в российской науке, изобрел оптический прицел и первый в мире токарно-винторезный станок с механизированным суппортом. Первая в России двухцилиндровая вакуумная паровая машина была спроектирована механиком Иваном Ивановичем Ползуновым в 1763 году и построена в 1764 году в Барнауле. Джеймс Ватт, который был членом комиссии по приему изобретения Ползунова, в апреле 1784 года в Лондоне получает патент на паровую машину и считается ее изобретателем. Следующей попыткой создания самоходного экипажа стала самокатка русского конструктора, изобретателя и инженера, Ивана Кулибина, на которой он разъезжал по улицам Петербурга в 1791 году. Его трехколесный механизм развивал скорость до 16,2 км в час и содержал почти все основные узлы будущего автомобиля, введенные им впервые – коробку скоростей, тормоз, маховое колесо, подшипники качения. В 1801 году крепостной изобретатель, уралец Ефим Михеевич Артамонов на Нижне-Тагильском заводе построил первый двухколесный цельнометаллический педальный самокат, который потом назовут велосипедом. История электрической лампочки началась в 1802 году в Санкт-Петербурге. Именно тогда профессор физики Василий Владимирович Петров пропустил электрический ток по двум стержням из древесного угля. Между ними дугой перекинулось пламя. Обнаружились неизвестные ранее свойства электричества – возможность давать людям яркий свет и тепло. Основной вклад в создание электрической лампочки внесли русские инженеры Павел Николаевич Яблочков и Александр Николаевич Ладыгин. Михаил Доливо-Добровольский изобрел систему трехфазного тока и в 1888 году построил первый трехфазный генератор переменного тока с вращающимся магнитным полем. Первый гусеничный движитель был предложен в 1837 году штабс-капитаном Дмитрием Андреевичем Загряжским. А в 1879 году русский изобретатель Федор Абрамович Блинов Николай Иванович Пирогов в 1853 году впервые в мире составил атлас «Топографическая анатомия», не имеющий аналогов, изобрел наркоз, гипс и многое-многое другое, без чего мы не мыслим сегодняшнюю медицину. Иван Федорович Александровский в 1854 году изобрел первый в мире стереофотоаппарат. Вячеслав Срезневский в период с 1875 по 1887 годы создал первый аэрофотоаппарат и водонепроницаемую камеру для морских съемок. Великий математик Пафнутий Чебышев в 1860 году просчитал и разработал конструкцию прямолинейного хождения перемещения механизмов бесколесных пар по принципу шага. Аппарат был назван «стопоходящая машина». А одним из создателей цветной фотографии по праву считается Сергей Михайлович Прокудин-Горский, получивший в 1905 году патент на фотоаппарат для цветной кинематографии. Александр Михайлович Бутлеров впервые сформулировал основные положения теории строения органических соединений. Иван Михайлович Сеченов, создатель эволюционной и других школ физиологии, в 1863 году опубликовал свой феноменальный труд «Рефлексы головного мозга». Андрей Власенко в 1868 году изобрел первую в мире зерноуборочную машину типа комбайна, названную им «Жния-молотилка». Дмитрий Иванович Менделеев открыл периодический закон химических элементов и в 1869 году создал одноименную таблицу. Владимир Григорьевич Шухов является изобретателем первых в мире гипервалоидных конструкций и металлических сетчатых оболочек строительных конструкций, арочных конструкций покрытий с тросовыми затяжками, является автором проектов и техническим руководителем строительства первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками крейкинга нефти. Он внес выдающийся вклад в технологии нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта. Капитан русского флота «Серп» Огнеслав Костович создал в 1879 году первый в мире бензиновый двигатель. Польско-русский инженер Степан Джевецкий в 1880 году разработал первую в мире подводную лодку с электродвигателем. Первый в мире электрический трамвай изобретения инженера-артиллериста Федора Пероцкого начал свое движение в Петербурге в 1880 году. Николай Иванович Кибальчич впервые в мире разработал схему ракетного летательного аппарата. Исторические документы неопровержимо доказывают, что первый в мире самолет был создан в России Александром Федоровичем Можайским. 3 ноября 1881 года он получил первый в мире патент на самолет, построенный в сентябре 1876 года, на 20 лет раньше братьев Райт, которым совершенно незаслуженно приписывается это изобретение. А в 1912 году Дмитрий Павлович Григорович сконструировал первый в мире гидросамолет. Первый отечественный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и мощностью 2 лошадиных силы был построен в Санкт-Петербурге в мае 1896 года Евгением Александровичем Яковлевым. Электросварку, способ электрической сварки металлов, придумал и впервые применил в 1882 году русский изобретатель Николай Николаевич Бенардос. Ему принадлежит более 200 изобретений, среди которых железные бороны и углубители, скороварки и молотильные машины, паровые ножницы и пневматическая поливалка, проходные колеса с поворотными лопастями и охотничьи лодки, краны, турбины для гидроэлектростанций, десятки модификаций замков, подъемников, патронов, пуль, в том числе пуля со смещенным центром, механическая прачечная, предтеча стиральной машины. Первая гибкая фотопленка, а также короткофокусный объектив и моментальный фотозатвор были изобретены в 1883 году русским фотографом Иваном Болдыревым. Михаил Филиппович Фрейденберг разработал в 1893 году первую в мире автоматическую телефонную станцию. Иосиф Андреевич Тимченко в 1893 году разработал первый в мире киноаппарат. Одними из первых изобретателей радиовещания были великий сербский ученый Никола Тесла, а в России в 1895 году русский физик и электротехник профессор Александр Степанович Попов. Их изобретения были затем скопированы итальянцем Маркони без ссылок на источники. Константин Эдуардович Циолковский создал теорию ракетостроения и отстаивал идею разнообразия форм жизни во Вселенной. Явился первым теоретиком и пропагандистом освоения человеком космического пространства. Николай Пильчиков в 1898 году впервые в мире создал и успешно демонстрировал систему беспроводного управления. Открыл явление электронной фотографии и сформулировал ее принципы. Провел фундаментальные исследования ионизации атмосферы и поляризации света. Создал множество удивительных оригинальных приборов и устройств, многие из которых носят его имя. В том числе был и прообраз современного скафандра. Естествоиспытатель Владимир Иванович Вернацкий создал науки биогеохимию, радиогеологию и многие другие научные школы. Иван Петрович Павлов, последователь Сеченова, создал науку о высшей нервной деятельности и представление о процессах регуляции пищеварения. Глеб Евгеньевич Котельников изобрел в 1911 году первый ранцевый спасательный парашют. В 1912 году Владимир Григорьевич Федоров сконструировал первую в мире автоматическую винтовку, а затем в 1916 году и первый в мире автомат. Профессор Николай Зелинский разработал первый угольный противогаз, обладающий способностью поглощать широкую гамму отравляющих веществ. В 20-е годы 20 века более 200 ученых, философов, писателей были высланы из России. И кто сейчас помнит, что, например, родоначальником американской авиации был русский Игорь Сикорский. Первые телевизоры появились благодаря Борису Розину и Владимиру Зворыкину. А первые магнитофоны и видеомагнитофоны воплотил в жизнь русский эмигрант Александр Понятов. Эти люди составляли интеллектуальную мощь всего государства. Поэтому неудивительно, что оправиться от такого шока страна смогла только спустя несколько десятилетий. Постепенно все нормализовалось, и российская наука снова вышла на первое место по количеству изобретений на душу населения. Валентин Петрович Вологдин в 1919 году создал первый в мире высоковольтный ртутный выпрямитель с жидким катодом. Разработал индукционные печи для использования токов высокой частоты в промышленности. Олег Владимирович Лосев создал в 1929 году первый в мире полупроводниковый прибор, усиливавший и генерировавший электромагнитные колебания. А до того, еще в 1923 году, создал светодиод, почти на 50 лет обогнав аналогичные американские разработки. Сергей Васильевич Лебедев впервые в мире в 1927 году получил искусственный каучук. Валентин Петрович Глушко сконструировал в 1929-1933 годах первый в мире электротермический ракетный двигатель. Владимир Петрович Демихов, основоположник трансплантологии, первым в мире в 1947-1954 годах осуществил пересадку легких, изобрел коронарное шунтирование и первым создал модель искусственного сердца. Александр Виноградов в 1950 году создал новое направление в науке – геохимию изотопов. Алексей Иванович Морозов, один из создателей современной плазмодинамики, является автором целого ряда плазмодинамических систем, таких как стационарные плазменные двигатели и ускорители плазмы, сверхмощные квазистационарные ускорители плазмы, плазменно-оптические системы и линзы и многие другие. Под руководством Андрея Туполева спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов. Игорь Васильевич Курчатов стал инициатором первой в мире промышленной атомной электростанции, пущенной в 1954 году. Первого в мире атомного реактора для подводных лодок и первой в мире водородной бомбы. Разработки Николая Басова и Александра Прохорова в области квантовой электроники сыграли решающую роль в создании лазера. В 1955 году они разработали лазеры различных типов, включая мощные короткоимпульсные и многоканальные. Басов не только занимался фундаментальными исследованиями в области генераторов и усилителей, но и теоретически обосновывал использование лазерной техники в термоядерном синтезе. Под руководством Сергея Королева созданы в 1933 году баллистические и геофизические ракеты. В 1957 году первый искусственный спутник Земли. Затем спутники различного назначения. Электрон, молния-1, космос, зонд и другие. Космические корабли «Восток», «Восход», на которых впервые в истории совершены космический полет человека в 1961 году и выход человека в космос в 1965. В 1957 году Леонид Иванович Куприянович создал первый в мире образец мобильного телефона ЛК-1 весом 3 килограмма. В последующих образцах 1958 года вес мобильных телефонов был снижен до полукилограмма. Первый в мире персональный компьютер был изобретен не американской фирмой Apple Computers и не в 1975 году, а в СССР в 1968 году советским конструктором из Омска Арсением Анатольевичем Гороховым. Авторское свидетельство номер 38-30-05. Хирург Святослав Фёндоров в 1973 году первым в мире провел операцию по лечению глоукомы. Владимир Мстиславович Пентковский, разработчик советских суперкомпьютеров «Эльбрус» и высокоуровневого языка программирования «Эль-76», с 1991 года главный архитектор процессоров Pentium, разработчик следующих поколений процессоров Intel. Не секрет, что знаменитая силиконовая долина в США в значительной степени обязана своей славой русским программистам. Николай Левашов сформулировал в 1994 году теорию неоднородности пространства, объясняющую все явления живой и неживой природы. Многие другие открытия и достижения русских изобретателей и ученых замалчиваются или объявляются лженаукой. Например, открытия в области бестопливной энергетики и антигравитации. Очень часто находятся силы, противостоящие социальному прогрессу ради сохранения своей власти. Это социальные паразиты. Чаще всего их капиталы накоплены нечестным путем, и простое невежество не позволяет им осознать пользу и даже возможную личную выгоду в новейших изобретениях. Эти силы подобны безумной раковой опухоли. Ослабляя нашу цивилизацию, стремясь погубить ее, они не понимают, что погибнут вместе с ней. Вклад русских людей в развитие мировой техносферы и культуры поистине огромен. Почему же тогда официальные СМИ не рассказывают об этом, а вместо этого льют исторические помои на великое прошлое, а значит и настоящее русских людей? Давайте посмотрим, чего они добились этим. Многие тысячи лет руссы сдерживали атаки на свое государство. Пока они не забыли о своих корнях. И не двинулись сами навстречу катастрофе, в которой они исчезнут как народ. Как остановить это движение? Начать сначала. Пора вспомнить, кто мы такие, чтобы выжить. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok